так родители тут не купили пару пеленочек вот такие вот пеленочки стоят по 650 они такие более-менее тепленькие папа выбирал пеленочки еще надо бы пеленок и штанишек маленькое плотенчика для меня взяли там где-то лицо вытереть в роддоме насколько я помню перинатальном центре когда я рожала и сейчас тоже всех с деревни туда в перинатальный центр полодаре везут там было на этаже всего лишь на весь этаж одно вот это биде и унитаза ну как бы было в одном помещении и там сильно не намоешься потому что уже по дверью там еще 10 человек стоят поэтому пеленки танцы отправляли домой грязные а детей мы мыли в раковине вот еще такие милашные носочки детей мыли в раковине слава богу были в палате раковины там подмывали детей вот и кот пришел будет сейчас лезть ну короче там большое полотенце так-то но и не нужно потому что не помоешься помыться можно было только нормально дома через три дня после родов когда там выпустят уже сегодня сегодня у нас 1 ноября как видите слякоть грязь снег тает дождь сегодня с утра был короче из зимы мы опять возвращаемся в осень погода короче такая сырость слякоть такое вот мы ходили вообще сегодня в больницу и до маму вот зашли поросят поснимали в больницу что ходили флюорография была воскресенье тут флюкар стоял машина и родители ходили делать флюорографию и сказали чтобы я тоже подошла в больницу сюда карточку заполнить запись ну как на прием и вот мы сегодня пошли ну тут кровь сразу взяли гемоглобин у меня 100 немножко поднялся надо еще подымать но железа у них нету которые бесплатно мне тогда давали сказали купить теперь а я вот иду в бушлате потому что на меня уже ничего не налазит в этом бушлате я и рому донашивала сейчас вот девочку донашиваю он теплый ну конечно же не красиво в нем ходить но красота это не самое главное главное чтобы было тепло и не болеть потому что хоть и погода теплая вот такая сырость но как раз самую сырость всегда и болеешь заболеваешь все гриппуют и кашляют в сырость а не в мороз что еще хотела сказать там еще когда врача была анкету какой-то предложили заполнить о том как будете рожать какой позе там партнерские не партнерские роды в общем не знаю может цивилизация до нас дошла что можно уже на этом с мужем рожать хотя вот говорю подружка у меня в феврале этого года рожала муж хотел с ней присутствовать но сказали карантин не запустили его так что может это все-таки на бумаге что можно как-то выбрать на самом деле не известно как будет на всякий случай скажу серёге приставки там резиновый кинет одежду себе сменную вдруг запустят его а вот кстати так у нас идет стройка там где вот ленина у нас несли тут деревья повыкорчевывали большой участок ладно фиг с ним ленина снесли а вот деревья жалко все-таки они годами растут выкорчевать быстро а вырастить долго ого рома грязь мы с тобой идем по грязи взбиваясь все время с основной темы давай пройдем грязь ну так вот что сказала серёге что в тапочки закинул вдруг запустят может и получится ему присутствовать хотя не знаю нужно это или нет мне хотелось бы конечно чтобы присутствовал было бы спокойнее мне ну хотя многие говорят вот там в обморок упадет или что-то там не так потом отношения будут какие-то не такие ну я думаю блин сами вот воспитываем таких вот так сказать мужчина он должен быть сильнее женщины потому что мало ли там война завтра или что-то там какую-то ту же самую аварию попадет что там от крови будет в обморок падать что ли что за свой не дай бог конечно мужчина должен быть готов ко всему и должен поддерживать любой ситуации а так когда мы конечно там ему конвертик красивый вручили он видит там всех этих страданий как там женщина рожает то конечно потом дома он может и не будет жалеть там и помогать он думает что все может так легко и просто дается а когда сам на родах побудет и увидит как это то и жалеть может больше будет мужчина а не так как у нас первый день женщина с родом приедет и вперед там стирка глажка готовка впрягается вот это все пашет а мужик он только с друзьями отмечает рождение ребенка и все и жене как бы помощь никакой не оказывает мне кажется если больше мужчин присутствует на родах то больше бы и детей своих ценили и жен своих больше ценили и уважали и разводов бы меньше не было меньше бы было разводов ну так мое такое мнение что мужчина если он действительно любит женщину он должен ее поддерживать любой ситуации красивая некрасивая там больно ей не больно мама наверное все очки в воде и идет такая не выхлаждает а вот рома идет рот открыл ну так что вот я думаю что в этот раз может он будет присутствовать с Ромой он не присутствовал вот еще там какие то вопросы задавали нужны ли там мне какие то шары там дополнительные подушки я говорю ничего мне не надо мне лишь бы меня меньше трогали и лезли ко мне никакие мне подушки не нужны в общем на вопрос про подушки я ответила что мне никакие подушки не нужны никакие мячики мне не нужны фитбол этот я помню у меня с Ромой был он этот мячик бесполезная вещь в родах считаю мне он никак не помог ну как то мне даже было глупо блин у меня там снизу все должно вылазить а я должна в это время прыгать по это на мяче блин мне кажется это все там в обратную сторону все происходит не помогает а мешает короче этот мяч вот что там еще был такой вопрос ну про планируете грудью там не грудью кормить потом совместно не совместно в общем я когда рожала Рому сразу как бы ложили на грудь и все все время ребенок находился со мной совместное пребывание ну мы там и всего тут два с половиной дня может пробыли совместно а сейчас наверное можно выбрать что либо ты можешь вместе с ребенком лежать а может быть можно выбрать что его будут забирать и приносить наверное только на кормление может какие то изменения наверное в этом русле произошли из-за этого такие анкеты пошли вон и сосульки все капают ну в общем какие то такие вопросы были что может быть скорее всего какие то новшества в роддоме произошли что можно наверное с мужем рожать и можно и выбирать как ребенок будет с тобой не с тобой находиться вот потихоньку думаем об этом интересно было бы чтобы ну я бы хотела чтобы муж был со мной а так в основном я везде ответила что я хочу чтобы ребенок был совместно со мной что буду грудью кормить и прививки их сразу спрашивать будешь ставить или не будешь ну я тоже написала что в роддоме не хочу чтобы ставили прививки ну с Ромой мы поставили прививки в роддоме ну тогда я была еще молодая тоже ничего о прививках не знала сейчас я понимаю что много всяких побочных эффектов от прививок а Рома родился например маловесным 2600 и неизвестно там ну был он здоров или не здоров а прививки ставят как бы никак не обследуют можно ставить или нет и могут всякие потом неврологические всякие короче побочные эффекты вывести со временем мы Роме ставили до трех лет прививки с трех лет у него нет прививок до сегодняшнего времени и ничего мне кажется даже он меньше болеет чем до этого ну как бы вот так такая позиция и пятеро и и и